Дарья Первова Влад Стар, можем приступать? Приступим. С чего нужно начинать? Самое главное. Для начала возьмем 70 грамм салата айсберг. Так, это у нас салат айсберг, он свежайший, хрустящий. Может, я пока тоже что-то буду делать? Можно нарезать. Нарезать курочку. Нам нужна примерно половина. Правильно я нарезала? Да, правильно. На салат айсберг надо положить немножко салата Маши. Это салат Маши. То есть у нас здесь идут два вида салата. Что дальше? Свежую кукурузу. Это отваренная, правильно? Сладкая. И мы накладываем ее именно сбоку? Да, с одной стороны. Вот так. Затем. Еще уберем. Уручку. У нас здесь идет, получается, целая куриная лавинка, даже куриные грудки. Полторы, да? Полторы. То есть порция салата получается не как обычно, вот для девушек маленький кусочек, а настоящий салат, который может съесть мужчина и наесться. Да, достаточно, что пришел на порцию. Ну и возьмем. Теперь помидорки. Их надо нарезать, да, пополам. Острые ножи. Как я люблю, когда острые ножи, честно. Еще или все? Нет, достаточно. Хватит, да? Ну и украсим. Это у нас лапша. Я так понимаю, это рисовая лапша, ее еще называют стеклянной. Вот такие вот. Красиво. И я смотрю, еще здесь есть соус. Это что за соус? Это медовый соус, в него входит мед, бальзамический уксус и оливковое масло. То есть никаких консервантов, все только свежее и натуральное. Да, прям пахнет именно бальзамическим уксусом. И что дальше? Это подается уже, мы его сами не выливаем. Это готовое, каждый по своему вкусу. Да, совершенно верно. Каждому пастителю то, что ему нравится. Вот так? Да. Вот мы приготовили этот салат дзен-дзен. Спасибо большое за урок. Но я бы хотела попробовать еще раз приготовить это блюдо только сама. Можно? Конечно. Спасибо. Салат айсберг. Он хрустящий. Такой красивый, очень приятный на вкус. Не имеет каких-то посторонних таких горьковатых привкусов. Он достаточно сладкий. Еще мне понадобится вот такой салатик Маш. Я даже, честно говоря, не знала, что этот салат называется Маш. Обычно в магазинах придумывают разные названия. Как вы заметили, ингредиенты, в принципе, все достаточно простые, найдутся в любом магазине. Их можно купить. Я думаю, листиков салата нам хватит. Дальше, насколько я помню, мне нужно положить кукурузу. Это сладкая кукуруза. Так, накладываю. Накладывается она с боку вот так красиво. А каждый потом сам себе в тарелочке все перемешает. Дзен-дзен – это название буддистской школы, которая появилась в Китае. Затем в конце 12 века она распространилась и в Японии. Дзен-дзен в переводе обозначает состояние ума, при котором тело и ум сохраняют спокойствие при любых обстоятельствах. Теперь мы берем куриную грудку. Грудка очень нежная, приготовлена правильно, потому что многие любят грудку пересушивать, что не нужно делать, потому что это самая полезная часть курочки. Ее очень часто используют при диетах. Вот я нарезала. Сейчас его выкладываю. Теперь нам нужны помидоры. Если я правильно все делаю. В принципе, салат-то готовится быстро всегда. По-моему, вот так вот кладутся помидорки. Получается такой яркий. Теперь у нас идет лапша. Эта лапша готовится из риса, поэтому, естественно, она очень полезная. Она не прибавит килограммов. Если вы увлекаетесь спортом и ведете активный образ жизни, конечно, такой салат всегда придется в пору. Особенно, когда мы везде бежим, спешим. Салат готов, мы его теперь можем закрыть крышечкой. Чуть не забыла фирменную наклейку. И, конечно же, соус. Соус готовится к каждому салату отдельно. В нем есть мед, бальзамический уксус и оливковое масло первого отжима. Ставим соус. Свежий и вкусный салат дзен-дзен готов. Приятного аппетита!